Дорогие друзья, всем здравия тела и ясности ума. Сегодня я вышел в эфир для того, чтобы рассказать о некоторых подробностях, связанных с приготовлением и употреблением раствора медного купороса, о котором шла речь в предыдущей трансляции. Там более подробно описано, для чего это применять, а сегодня будут уточнения, потому что с сегодняшнего дня я начал проводить этот эксперимент по потреблению одного литра в день раствора, непосредственно сам, прежде чем его рекомендовать другим. Я стараюсь все опробовать на себе. Что необходимо сказать? В прошлой передаче я говорил, что медный купорос в высокой степени очистки не оставляет осадка. Да, видимо, если растворять его исключительно в дистиллированной воде. В зависимости от качества воды осадок имеет место быть. В данном случае у меня вода дала вот такой интересный, но очень небольшой осадок в бутылке номер 1. То есть из той бутылки, из которой мы потом разводим бутылку номер 2. Также в бутылке номер 2 имеется очень небольшой осадок. Такого же характера вода того же качества. Здесь местная бутилированная вода, которую привозят нам из местной скважины. Ну, а в бутылке 3, там очень небольшое количество медного купороса воды нет. Сегодня я уже практически все выпил. Остался последний стаканчик. Который я сейчас и выпью. Что интересно, сразу можно сказать. В течение сегодняшнего дня я уже употребил, ну, практически вот 2 стакана. После второго стакана из носоглотки начало выходить, видимо, то, что было грибком. Видимо, у каждого есть так или иначе это. И у меня здесь тоже, несмотря на то, что химиотраз этих не летает передолетов наверху. Но, тем не менее, имелось. Поэтому вот это все вот так выходит и выплевывается. Очень интересно все. Случается. Посмотрим, что будет дальше. Я продолжу. Я сегодня опять наберу 9 мл из бутылочки номер 2 и в бутылочку номер 3. В предыдущей передаче я рассказал, как подробно, как разводить. Ну, еще я охлаждаю, говорит. Как, говорит, на вкус. На вкус, как обычная вода. Незаметно то, что там содержится очень небольшое количество медного купороса. Я напомню, как, собственно, его разводить. Вы можете посмотреть из предыдущего видео. Бутылочка номер 1. В ней я разводил вот этот, медный купорос. Высокой степени очистки, тайский. Потом из бутылки номер 1 посредством шприца я отмерил 9 мл. И перелил в бутылку номер 2 в чистую воду. А потом из бутылки номер 2 9 мл в бутылку номер 3. Это суточная доза. Екатеринбургу привет, Липецку привет. Привет, друзья. Всех приветствую, кто присоединился к нашему сегодняшнему прямому эфиру. Марганцовку, как обычно, как все используют. Если нужно промыть кишечник, если вы отравились, вот и можно использовать марганцовку. Также ее можно использовать как антибактериальный антисептик. Собственно, как и зеленка. Кстати, необходимо сказать следующее. Мы тут нашли производителей. Я уже получил, во-первых, лидокаин в сухом виде. Этой упаковочке лидокаина, я думаю, хватит очень надолго. Для тех, кто спрашивал относительно того, что же делать, если все вот эти обезболивающие инъекции, которые сейчас предлагаются, начинают содержать всякую дрянь. И нужно свое. Вот, пожалуйста, мы нашли и лидокаин, и бриллиантовый зеленый в сухом виде. То есть, зеленка в сухом виде, которую можно разводить в нужной концентрации. Как угодно. Еще будет передача по поводу метиленового синего. Я его тоже, тайский метиленовый синий, который производится, продается точнее здесь. Я его точно так же опробую на себе. После того, как закончу с медным купоросом. И после этого он появится у Юлии и Оли на сайте Азиабиофарм в продаже. Но никак не раньше. Для растений, говорит, марганцовка подходит. Ну, наверное, подходит. Я не знаю, какая у нее степень очистки. Друзья, старайтесь все убрать в высокой степени очистки. Дорогие друзья! У каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Грибы, да, практически есть у всех в теле. Но медный купорос воздействует не только на фунгиды. Он воздействует и на определенные виды паразитарных инвазий. Паразиты. Особенно на тех паразитов, которые очень маленькие. Знаете, такие хламидии, например, есть. Приветствую всех. Еще год назад встретился на просторах интернета. Ролик пожилой женщины о медном купоросе. С его помощью она вылечила сахарный диабет. Очень много есть данных. Посмотрите, пожалуйста, предыдущую передачу. Будут и передачи по поводу того, как сделать мазь, как использовать медный купорос при гниющих поражениях и ранах, в том числе онкологических ранах. Ну, например, когда рак груди случается и уже отмирают ткани. Можно ли вылечить запущенный грибок ногтей, рук и ног? Да, причем очень просто. Вот бутылочка номер два. Ванночки с медным купоросом. Ну и помимо этого, еще у Юли есть готовый комплекс. Если вам не хочется с медным купоросом заморачиваться, то есть готовый комплекс для терапии грибковых заболеваний на кожных покровах. То же самое. Владимир, глаз в пирамиде – это плохой символ. Это символ их власти и контроля. Кто такие они? Дело в том, что многие говорят, Владимир показал так, или Владимир показал так. Это, говорит, он масон, говорит. Говносон. Нет, не масон. Говносон. В голове у вас говносон происходит. Вы не понимаете, что это такое. Что такое пирамида вообще? Вся вселенная устроена по командно-административной иерархической системе. И если какие-то группы и организации самых разнообразных индивидуумов вдруг взяли себе тот или иной символ, это же не значит то, что это их символ. Нет. Они взяли этот символ из вселенной. Поэтому здесь даже речи не идет о том, что какой-то символ может принадлежать какой-то организации. Понимаете? Нет? Смысл в чем? Поэтому все находится в свободном доступе. И если вы понимаете, что такое треугольник, то у вас вопросов подобных никогда не возникнет. Есть ментальное, есть материальное, есть ментальное с материальным. Вот все. Три обмена. Ментальное на ментальное. Материальное на материальное. Материальное на ментальное. Все. Больше ничего вы ни на что не поменяете. А всевидящее око – это каждое око каждого. Даже муравья. Не только ваше. Поэтому вы можете усираться со страха, сколько хотите. Если хотите где-то найти страхи, вы найдете их везде. Сколько времени нужно принимать раствор медного купороса? Это зависит от того, для чего вы это делаете. Минимум недели. За сим, дорогие друзья, всех вас целую. Потому что все мы есть единое целое, вечное и бесконечное. Ничего зазорного в том, чтобы всех поцеловать, никак нет. Это проявление любви и радости по отношению к этому миру. Даже если мы кого-то умственно недолюбливаем, в этом нет никакой причины проявлять какую-то агрессию. Никогда. Благодарю всех. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. До новых встреч, дорогие! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...